О, хорошо. Меня попросили поделиться, что новое происходит в маркетинге, а я особенно работаю в интернет-маркетинге, так тема будет про это. И постараюсь, чтобы это было практически быстро, хорошо? Мы не будем говорить про очень большие тренды, чтобы это не было только теорией. Это так работает, хорошо. Про меня кто-то спрашивал, я работаю с компанией WebPartners, это один из наших бизнесов. И мы есть членом BNI команды, немного будет говорить про, что это такое, если не знаете. И очень просто, 18 и больше лет в интернет-маркетинге. И если говорить, какие тренды, так я выбрал, скажем, 4 пункта, которые, я думаю, на это даже не какая-то теория, не что-то очень неслышанное. Это то, что нужно сегодня делать. Первое. Нужно понимать, что про вас собирают информацию. Про вашу компанию, про вас лично. И на этом строится маркетинг для вас. То же самое вопрос. Делаете ли вы это про ваши клиенты, про те люди, которые вам интересны? И есть системы, которые это помогают делать. Собирайте, где этот человек, кто ваш клиент, чем он живет, что для него интересно. И тогда вы можете найти момент, когда ему что-то можно предложить. Другой пункт. Автоматизация. Все идет на то, что можно уже, когда имеете информацию, поймать этот момент. Это может делать системы. В нужный момент позвонить ему, в нужный момент послать смс. В нужный момент ваш продавец может получить сигнал, что этому клиенту нужно позвонить. Третий. Контент-маркетинг. Ничего нового, но очень мало кто делает и делает столько, сколько нужно. Делайте видео, делайте фото, делайте текст. Идея основная в том, что продать, и особенно в интернете, то не есть просто предложил, вот моя информация, вот мой телефон покупает. Поменялись времена, когда было можно только объявление поставить. Сейчас вы должны обучать делать эдукацию и только после, скажем, 7-12 приказновений можете предложить вашу услугу, ваш продукт. И четвертое, я думаю, crucial, да? Дайте, четвертое. Это моя очень любимая тема. Personal branding. Потому что мы много лет назад уже привыкли, что есть большие бренды, вот как сегодня, big brands, да? И если знаю бренд, это значит хорошо. Тоже времена поменялись, да? Если посмотрите на большие бренды сегодня, за ними стоят люди. И сейчас скажите мне, кто есть побольше бренд? Элон Маск или Тесно? Ричард Брэнсон или Вирджин? И вот мы говорили уже с кем-то, говорили, что люди не хотят покупать от бренда, они хотят покупать от человека, которого они, ну, доверяют им, да? И вот наш прайм-министр, да, он уже тоже в Фейсбуке, в Твиттере, он уже нашел и конкурента, который не есть он. И что происходит, когда ты не смотришь за своим брендом в интернете? Даже когда увидели бывшего президента Валдоса Адампуса на Фейсбуке, все, уже медиа подновила, но это не был он, но уже видите, как информация ходит. И знаете что? Шансов, видимо, нет. Уже поменялись, потому что я встречаю людей в возрасте, они говорят, меня не нужно там в интернете, я там не есть и без проблем, меня нельзя найти. Да? А ты руководитель компании, да? А ты есть в каком-то клубе, в какой-то ассоциации, да? Так если я набью в Google, что там будет? Не знаю. А вот посмотри. Так ты есть в интернете, только делаешь ли ты влияние на это? И много, уже много глаз смотрят на вас. Вот сегодня обменялись с визитками, кто-то будет вас искать, кто-то будет подключаться к вам, да? Все сеть, все нетворки уже один с другим подключены, да? И как ты есть бренд, ты подаваешь информацию в Google, подаваешь в LinkedIn, Facebook и так далее. Так вот завтра я буду побольше говорить, будем иметь мастер-класс, практически такой уютный и очень такой результативный день. Вот что-то, вот что-то будет такое, да? Когда идет работа и имеем каждый индивидуальный результат. Я даже расскажу про историю Бармалея. И вот для тебя фан, потому что маркетинг – это весело и это результативно. Хорошего всем дня!